Провести лето с пользой и заработать школьникам и студентам помогают в общественном объединении Белорусского Республиканского Союза Молодежи, где у молодых людей появляется возможность стать частью судотрядовского движения. Правда, для того, чтобы этот период остался в памяти инициативных ребят, как один из лучших, командиры студенческих отрядов проходят обучение. Мы обучаем наших штатных сотрудников, как создавать студенческие отряды без нарушения законодательства. Ребятам рассказываем по поводу основы судотрядовского движения, символику, атрибутику этого движения, чтобы знали историю про это движение, с какого года оно начало уже у нас работать. У нас здесь все командиры территориальных штабов студенческих отрядов собраны с нашей Белорусской области. Также в каждом районе у нас присутствуют онлайн наши командиры и комиссары студенческих отрядов, которые уже работали не первый год. Есть еще и новички, которых мы сегодня будем обучать и вводить в курс дела. В этом году помимо привычных профилей студотрядовского движения, таких как строительные, волонтерские, педагогические, сельскохозяйственные и другие, члены Белорусского республиканского Союза молодежи воссоздадут медицинский студенческий отряд. В планах трудоустроить большое количество молодых людей, а именно порядка 4 тысяч, что на тысячу больше, чем в прошлом году. С этого года вступил в силу новый указ президента, касающийся студенческих отрядов номер 58. И, соответственно, было очень много изменений в связи с ним в других нормативных документах. Вот эти все особенности, пошаговые технологии организации деятельности студенческого отряда как раз и будут темой обсуждения, разговора, учебы на сегодняшнем нашем семинаре. А в целом вот такие встречи, они должны проходить каждый год, потому что даже если ты уже давно работаешь, все равно что-то услышать, что-то обновить в своей памяти, что-то узнать новенькое, это всегда полезно. Обновить знания и поделиться опытом. Именно за этим на семинар приходит командир территориального штаба студенческих отрядов в Брестском районе Дмитрий Новичук. Трудоустройством молодежи он занимается уже не первый раз, но, несмотря на это, работа, как отмечает молодой человек, требует большого опыта в организации деятельности студенческих отрядов. В Брестском районе я могу сказать, что деятельность студенческих отрядов очень развита. Если в 2018 году у нас было трудоустроено 97 человек, то в предыдущем году мы уже трудоустроили 198 человек. И следует заметить, что из этих людей 183 человек – это несовершеннолетние граждане. И это достаточно очень хорошо, что в Брестском районе есть возможность трудоустроить именно несовершеннолетнюю молодежь, чтобы у них была активная трудовая деятельность, ну а также и различного рода воспитательные мероприятия. И, конечно же, прививаем любовь к труду, чтобы они уже с самого раннего возраста понимали, что работать это нужно уметь. И это достаточно важно. В будущем им потом будет придать трудоустройство на их уже остальных рабочих местах. На командирах лежит большая ответственность не только собрать молодых людей, желающих сделать жизнь в городе и районе интереснее и комфортнее, но и обеспечить их безопасность. Ирина Левчук, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания Бук-ТВ.